Вести Карачаева, Черкесия Пчеловоды Республики передали 150 кг меда военнослужащим. С 1 января следующего года все государственные услуги, возложенные на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания. И учителя родных языков Карачаева, Черкесия принимают участие в форуме молодых преподавателей родных языков и литератур во Владикавказе. Далее об этих и других темах подробнее. Глава регионов получат дополнительные полномочия для реализации задач, поставленных президентом на заседании Совета Безопасности. Об этом сообщил глава правительства страны Михаил Мишустин. Как отметил президент, особая ответственность ложится на руководителей российских субъектов. Они получат дополнительные полномочия для реализации поставленных задач, в том числе по оказанию всесторонней помощи семьям, мобилизованных на военную службу. Надо позаботиться о родных и близких наших защитников. Уважаемые коллеги, прошу вас внимательно смотрите, как выполняются в курируемых вами округах все соответствующие мероприятия. Если необходимо, оказывайте максимальную поддержку в организации такой работы. Все поручения президента должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов посетил Северную Осетию Аланию. В Моздоке он встретился с главой республики Сергеем Миняйло. Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества между двумя республиками в экономике и социальной сфере, обозначили различные форматы расширения взаимодействия в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи и развития культурной сферы. Глава республики отметил, что практика обмена региональным опытом в решении актуальных государственных задач очень полезна. Он поблагодарил Сергея Ивановича за сотрудничество и личное участие в мероприятиях, посвященных столетию Карачаевой Черкесии. Вместе с главой Северной Осетии Алании Сергеем Миняйло Рашид Тимрезов побывал в воинской части в Моздоке, чтобы лично встретиться с мобилизованными из Карачаевой Черкесии, которые проходят здесь подготовку и боевое слаживание. Первое, на что сразу обращаешь внимание, это боевой дух наших ребят, их настрой на победу, готовность защищать Родину, выполнять поставленные задачи. И, конечно, наши ребята готовы поддержать и беречь друг друга, как настраивали их дома старшие и командиры. Двумя днями ранее мы доставили в часть дополнительный комплект обмундирования и снаряжения, а также аптечки. Впереди зима, поэтому особое внимание на теплые обувь, одежду и спальники. Ребята с снаряжением довольны, отметил руководитель Карачаевой Черкесии. Далее мы будем понимать нужды наших военнослужащих, будем закупать все необходимое, резюмировал глава республики Рашид Тимрезов. Как в Карачаево-Черкесии проходит реализация указа президента России о частичной мобилизации? Готов ли регион к осеннему призыву на срочную службу, который перенесен на 1 ноября? Об этом рассказал военно-комиссар республики полковник Сергей Белобородов. Практической мобилизацией у нас со времен Великой Отечественной войны никто не занимался. И в настоящее время теория от практики немножко отличается. Учитывая ошибки первых дней, на них быстро было реагирование и сотрудников военкомата, и сотрудников муниципальных администраций. На сегодняшний день в суде планового режима жалоб стало намного меньше. Премьер-министр республики Мурат Аргунов провел заседание правительства, на котором рассмотрено около двух десятков вопросов. Главное, в регионе будет создана Организация по развитию кадрового потенциала молодежи. В частности, автономная некоммерческая организация «Моя карьера» будет создана в целях обеспечения экономической конкурентноспособности молодого поколения, развития производительности труда и трудовых компетенций молодежи, а также минимизации утечки и потерь трудового капитала из числа молодежи республики. Кроме того, участники мероприятия утвердили региональный план по импортозамещению в Карачаево-Черкесии до 2026 года. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Черкесии с 2012 года вырос более чем в два раза – до 38 миллионов рублей. Влечение производства происходит как за счет роста продуктивности животных, так и за счет роста урожайности. В прошлом году аграриями республики произведено продукции почти на 39 миллионов рублей, это более чем на 7 миллионов рублей больше показателей позапрошлого года. Экспортировано товаров на сумму порядка 2 миллионов долларов. По данным Минсельхоза республики, за последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 360 миллионов рублей. Реализовано 11 крупных инвестиционных проектов. В селе Учкекен состоялось открытие уже второй по счету в регионе библиотеки нового поколения. Победа в конкурсе, организованном в рамках нацпроекта «Культура», позволила Малокорачаевской районной библиотеке получить финансирование из федерального бюджета на реконструкцию и полное техническое переоснащение. Об этом рассказал министр культуры республики Зурапа Гербов. Цент, конечно, нужно ставить на все связанное с культурой региона, Балокорачаевского района, Учкекена, карачаевского народа, народов нашей республики. Потому что мировая культура, она богата, российская культура, это ее огромная часть. Но нам, конечно, очень ценно сохранять и развивать именно нашу культуру, культуру наших малых народов и прежде всего доносить ее до детей. В Карачаевске продолжает работу пункт приема гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Желающие помочь могут принять участие в сборе товаров первой необходимости. Как правило, это продукты питания, средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты, столовые принадлежности и т.д. Пункт расположен на базе Центра культурного развития имени Кайсына Кулиева по улице Магометова, 8. Прошедшие горячие точки и не понаслышке знающие о трудностях в зоне боевых действий, российские ветераны делятся своим опытом с теми, кто сегодня призван в рамках частичной мобилизации на защиту Родины. Своё мнение выразила участница Великой Отечественной войны, жительница Ось-Джуготы Мария Хутова. Я скажу ребятам, мы обязаны, Россия матушка, раз поставлена цель дать людям этим, которые хотят, и сейчас же выборы были, Они добровольно шли голосовать за Россию, чтобы вступить в Россию, и там проценты показывают высокие, на выборах одержали, поэтому мы много им помогаем. Что я хотела пожелать? Защищать всегда Россию, защищать нашу Карачаево-Черкесию, чтобы она так же процветала, как сейчас процветает. Жительница Карачаева-Черкесии связала шестяные носки для резервистов и военнослужащих из республики. Фатима Иркенова передала 520 пар в региональное отделение «Единой России». Тёплые вещи отправят нашим военнослужащим и резервистам в ближайшее время вместе с очередным грузом. К мастерице присоединились и другие жители республики. Только за последние несколько дней принесли более 2000 пар вязаных носков. Ранее в рамках партийной акции «Бабушкина забота» Карачаево-Черкесия отправила жителям Донбасса и военным более 5000 пар носков. Пчеловоды Карачаево-Черкесии передали 150 килограммов меда военнослужащим. Сбор организовала Республиканская ассоциация пчеловодов. Кроме медов, штаб акций «Взаимопомощи мы вместе» организация передала травяной чай для укрепления иммунитета бойцов. Штаб находится в Ресурсном центре развития добровольчества молодежи по адресу Черкесск, улица Интернациональная, 63А. В Карачаево-Черкесии в эти дни проходит всероссийская акция «Сохраним лес». В нашей республике она разделена на 22 этапа. Центральное событие акции «Высадка 600 саженцев деревьев в Зеленчугском лесничестве» прошло в окрестностях аула Козылоктябрь. В мероприятии приняли участие более 150 человек. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. У нас проходит одно из 22 мероприятий, которые проходят в Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Всего у нас в этом году, вот в эти дни буквально идет высадка более 14 тысяч саженцев. На этом месте в окрестностях аула Козылоктябрь у нас идет центральная акция с участием волонтеров, общественных организаций, органов власти. На этом же участке будет еще высажено 2500 саженцев различных пород деревьев. Мероприятие также у нас приурочено к 100-летию Карачаево-Черкесской республики. Дополнительная партия саженцев у нас была высажена именно в честь 100-летия. Количество участников это более 150 человек. У нас это есть сотрудники Министерства природных ресурсов и подведомственные учреждения лесопожарное, лесничество, волонтеры, трудовые коллективы. Это Кавказ, Семен, Верхний Кубань, регион Водхоз, волонтерские объединения территории Милосердия, КЧР, территория жизни, студенты Северо-Кавказской государственной академии. Все они добровольно присоединились к акции и произвели уже высадку 600 саженцев. На площади Кирова Республиканского центра в целях безопасности убрали аварийные ели, у которых выявлены гнилая корневая система и накренившиеся больные стволы. После удаления пней на их месте этой осенью будут высажены молодые деревья. С начала текущего года только в парках и скверах Черкеска высажено около 200 новых деревьев и кустарников. В эти дни во Владикавказе проходит форум молодых преподавателей родных языков и родных литератур Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие проводится с целью выявления и стимулирования творческого интеллектуального потенциала молодых преподавателей, мотивирования их к поиску новых форм обучения и профессиональной реализации, а также привлечения внимания общественности к значимости профессии учителя родного языка. Карачаево-Черкесию представляют 14 учителей. Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля следующего года. В результате он составит 589,5 тысяч рублей на первого ребенка и 779 тысяч на второго. В торговые сети республики поступала колбаса «Пасадская» из сырья неизвестного происхождения. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Росельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северокавказским межрегиональным управлением Росельхознадзора, благодаря анализу информации, размещенной в системе электронной сертификации «Меркурий», установлено, что в торговые сети на территории Карачаева-Черкесской республики поступала колбасная продукция, произведенная из неучтенного сырья. Так, индивидуальным предпринимателям Будяковым из города Черкеска произведено 200 кг колбасы «Пасадская». Но в качестве сырья в системе было указано лишь 156 кг мяса птицы. Какое сырье было добавлено к этой массе, предприниматель не указал. Следовательно, при производстве нарушен принцип прослеживаемости продукции. На момент выявления партия колбасных изделий уже была отгружена в торговые сети республики. Управлением Росельхознадзора индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение. В многоэтажных домах и учреждениях города продолжается подключение к теплу, которое будет происходить поэтапно в течение всей этой недели. Каждый день коммунальные службы подключают 200 домов. Об этом рассказал начальник производственно-технического отдела компании «Тепловые сети» Вячеслав Аверченков. Топительный сезон в городе Черкесске, согласно распоряжению мэрии муниципального образования города Черкеска, начался 17 октября. В соответствии с утвержденными графиками управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации, в данном случае это ООО «Тепловые сети», осуществляется подключение многоквартирных домов. Многоквартирные дома находятся в зоне обслуживания управляющей компании, все инженерные сети, в том числе тепловые сети внутри дома. Поэтому подключением данных домов занимается внутри дома управляющая компания. Наш ресурс, это теплоноситель в виде горячей воды, подается до границы раздела. Там, где централизованное горячее водоснабжение осуществлялось от ООО «Тепловые сети», ресурс уже находится внутри дома, поэтому управляющей компании необходимо открыть контур отопления, в соответствии с утвержденными требованиями выполнить сброс воздуха из системы, проверить работоспособность всех приборов отопления, тем самым уходить из дома. То есть запустить дом и уже заниматься подключением следующего объекта. Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый фонд пенсионного и социального страхования страны. Теперь это Социальный фонд России. С 1 января следующего года все государственные услуги, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания. Кроме того, граждане могут обратиться в фонд в электронном виде через портал Госуслуг или через МФЦ. Управление Федеральных автомобильных дорог «Кавказ» в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения в зимний период задействует 800 дорожных рабочих и 516 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Милана Тхамокова. Против зимней скользкости на 51-й пескобазе заготавливают пескосоляную смесь. На сегодняшний день подготовлено 155 тысяч тонн ПСС, что составляет 90% от необходимого объема. В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противогололедные материалы с высокой концентрацией соли до 50%. Продолжается заготовка материалов для устранения возможных деформаций и повреждений дорожного покрытия в зимний период. На участках автомобильных дорог, подверженных воздействию снежных наносов с прилегающей территории, планируют устройства снегоудерживающих сооружений. Полностью завершить подготовку планируют уже до 1 ноября 2022 года. Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКО «Пордор-Кавказ» код Пятигорска 33 11 59. Сотрудниками Главного управления МВД России по Северкавказскому федеральному округу выявлены факты осуществления незаконной банковской деятельности в Карачаево-Черкесии. Фигуранты, используя реквизиты и расчетные счета филированных фирм и лиц, совершили от их имени мнимые хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств на расчетных счетах в целях их необоснованного вывода в наличный оборот. В общей сложности на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам фирм за два года поступило 508 миллионов рублей. В настоящее время Главным следственным управлением Следственного комитета России по Северкавказскому федеральному округу в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один объявлен в международный розыск. В МВД по Карачаево-Черкесии подвели итоги работы по противодействию экологическим преступлениям за девять месяцев этого года. По итогам девяти месяцев выявлено 44 преступления экологической направленности. Общая сумма причиненного ущерба составила 18 миллионов 650 тысяч рублей. 27 и 28 октября в Карачаевске пройдет открытое лично командное первенство Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева по трейл-раннингу, посвященной десятилетию горно-спортивного клуба «Архыз». Победители состязания будут награждены грамотами и ценными призами от ВУЗа. Кубок достанется команде, которая заняла первое место в командном зачете. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии преимущественно облачно, местами дождь, днем в отдельных районах сильны. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-16, в горах местами до 10 градусов. В Черкесии днем дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 15 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 20 по 23 октября. В доме предпринимателя Черкесск, улица Горького, 8. С 29 октября по 4 декабря. В Кисловодском сырке. Тайна пирата. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.